итак друзья а сейчас мы рассмотрим с вами отдельно куб и цилиндр мы рассмотрим с вами как можно вести построение кубика от начала до конца как можно вести построение цилиндра от начала до конца а также рассмотрим с вами случай когда цилиндр лежит на боку то есть эллипсы искажаются по-другому и ведут себя по-другому нежели если они будут находиться параллельно линии горизонта на первом листе с вами мы рассматривали законы перспективы мы с вами рисовали линию горизонта отмечали на ней точки схода и таким образом у нас вся перспективная связь этого кубика умещалась в размер листа но разумеется рисуя большие кубики силу своих размеров мы не сможем уместить все перспективные составляющие формат листа да это и не нужно просто иначе если мы пытаемся это сделать мы получим усиленную перспективу а следствие как следствие увеличенный масштаб наших предметов мы начинаем обычный рисунок с компоновочного решения для нас с вами на первом этапе это будет означать наброску общего пятна примерно его размер и его местоположение в листе можно набросать если мы рисуем кубик можно набросать некий квадрат условно да можно сделать несколько засечек по крайним габаритным точкам главное чтобы вы для себя уяснили размер и расположение в листе допустим вот это будет наше композиционное решение я сделаю чуть-чуть поярче допустим вот здесь я захочу расположить куб пространстве листа отметили крайне габаритные точки далее нам нужно представить какой ракурс мы хотим изобразить выше линии горизонта или ниже линии горизонта какой поворот какая плоскость левая или правая будет к нам открываться больше какая меньше исходя из этого мы и будем вести дальше наше построение нашего кубика разумеется если нарисовали с натуры нам там была уже дана данность натура кубик который определенным образом располагался в в пространстве и имел бы определенный ракурс зависит от того какой точке мы стоим но здесь с одной стороны проще рисовать по воображению с одной стороны проще когда мы не привязываемся конкретному ракурсу и нам нет необходимости цепляться за исходник но с другой стороны по воображению рисовать сложнее потому что здесь нужно чувствовать пропорции здесь мы не сможем снять размеры на карандаш перенести их на лист бумаги начинаем мы как и в первом листе с ближней грани к нам я сделаю кубик я его нарисую таким образом чтобы левая плоскость его вертикальная раскрывалась больше а правая уходила бы под более крутым углом более резкую перспективу соответственно многие видели меньше это значит что ближняя к нам грань будет смещена ближе вот к правой к правой границе нашего кубика теперь мне нужно отметить нижнюю границу и верхнюю границу я это делаю на глаз примерно прикидывая какой размер это какой размер это грани должна иметь при общем размере кубика вот том который мы наметили изначально далее нам нужно задать перспективное сокращение этого кубика для этого мы рисуем снизу ну мне так удобно вы можете начинать и с верхней плоскости но я буду рисовать с нижней плоскости понимая что левая плоскость раскрывается больше то есть она имеет более близкие пропорции более близкие размеры к своему оригиналу значит наклон вот этой вот нижней грани будет ближе к абсолютному горизонту чем правый то есть то есть где-то вот что-то в этом духе пока я еще не знаю где закончится этот кубик вот здесь к слову сказать изначальные пропорции изначально композиционное и массовое решение которое мы заложили самом начале работы она будет двигаться в ту или иную сторону и нет необходимости четко и строго придерживаться того решения которое мы заложили изначально поскольку оно было примерным тут я вижу вот такой наклон здесь наклон будет гораздо круче теперь исходя вот из этой высоты мне нужно увидеть вот это расстояние вот здесь и вот это расстояние вот здесь здесь можно поскольку вот эта вот часть максимально близко к оригинальному размеру то можно взять вот эту вот длину спроецировать сюда и уменьшить ну да где-то вот вот настолько нам нужно уменьшить эту сторону нарисовали здесь и с этой стороны ограничили наш кубик еще в самом начале определили высоту ближней к нам грани вот ее верхняя . теперь отсюда нам нужно провести верхние грани таким образом чтобы они были в перспективе к нижним граням но не в сильной перспективе то есть общие точки схода у них будут где-то далеко за границами листа рисовать нужно глядя на исходную линию чуть-чуть набросали если нам кажется что перспектива либо обратная да это значит что эти линии не сойдутся в общей точке хотя должны да они мы помним параллельны вот либо очень сильно вот если нас не устраивать степень этой перспективы мы можем всегда чуть-чуть подкорректировать вот так теперь нужно достроить невидимые грани этого кубика поступаем с невидимыми гранями точно так же как мы поступили вот с этими двумя ориентируясь на уже созданные мы добавляем невидимые понимая что вот эти вот две грани будут параллельны вот этим двум а значит пойдут в общую точку схода то есть общая перспективная система будет связывать вот эти четыре грани здесь уже важно отслеживать две нарисованные грани добавляя третью чтобы ни к одной из этих двух граней уже сделанных новая грань не была либо в слишком сильной перспективе либо в обратной перспективе то есть она должна иметь среднее значение она не должна быть вот такой когда она получается в сильной перспективе вот к этой грани но в обратной вот к этой грани или вот такой соответственно наоборот она должна иметь среднее значение так же самое. Завязываем новые грани в общую систему с этими двумя и соединяем получившиеся вершины в вертикальные грани. Теперь нам остается усилить видимые части невидимые грани мы обязательно оставляем мы их не стираем но тонально они не выходят на передний план. Вот мы получили куб в ракурсе. Теперь поговорим с вами о цилиндре. Цилиндр это тело вращения. Оно образовано средней осью вращения а также двумя кругами находящимся сверху и снизу и плоскостью которая идет по периметру по всей высоте. Здесь мы поступаем точно так же как и с кубом. Прежде нам нужно наметить общие пропорции и расположение в листе. Я рисую вертикальный стоящий цилиндр. Потом мы с вами поговорим о схематике цилиндра в случае если он лежит на боку. На виде сбоку цилиндр представляет из себя параллелепипед. После того как мы набросали общие пропорции дальше нужно проводить строение. Начинаем мы с вертикальных границ цилиндра. К слову, я вам предлагаю такую последовательность рисования. Вы, зная как строится цилиндр, можете применять совершенно любую последовательность. Вы можете начать построение от осевой линии цилиндра. Вы можете начать построение от осевых линий элипсов. Здесь могут быть различные интерпретации. Я начинаю строение цилиндра с крайних размеров просто потому, что таким образом я точно фиксирую размер и положение цилиндра будущего цилиндра в листе. Итак, правая и левая стороны. Теперь нам нужно нарисовать осевую вращение этого цилиндра. Здесь нужно точно посередине сделать две засечки и провести эту осевую. Таким образом строится любое тело вращения, будь то банк, кружка, крынка. Любое тело вращения, которое образовано элипсами или кругами по своей высоте. Цилиндр самое простое тело вращения, потому что у него только два круга. Сверху и снизу. Причем они одного диаметра. После того, как мы сделали осевую вертикальную, проводим осевые горизонтальные. Вот здесь, здесь, здесь и здесь будут законцовываться элипсы. То есть будут менять свое направление. Теперь нам нужно нарисовать элипсы. И здесь нужно определиться, будет ли наш цилиндр находиться выше линии горизонта или он будет ниже линии горизонта. Мы с вами сейчас будем рисовать цилиндр ниже уровня горизонт. Итак, верхний элипс. Степень раскрытия вы задаете произвольно по воображению в этом листе, но не нужно делать ее слишком большой или слишком заужать элипс. Итак, мы помним, что ближний отрезок, ближняя половинка чуть больше, чем дальняя. Ставим две засечки и начинаем накручивать верхний элипс. Сперва можно легкими касаниями сделать пристрелочные движения карандашом. Нижний элипс, поскольку он находится дальше от уровня горизонта, да, мы помним, что цилиндр мы рисуем ниже уровнем горизонта. То есть уровень горизонта где-то вот тут. Этот элипс ниже, а этот еще ниже, значит он будет шире, он будет больше раскрываться, чем этот элипс. Следовательно, нам нужно вот этот размер вот здесь увеличить, но ненамного. Итак, вот нижний элипс с большим раскрытием, чем верхний. Вот это ближняя к нам сторона. И вот это ближняя к нам сторона элипса, поэтому их мы акцентируем за счет чуть большей толщины линии и за счет чуть более контрастной этой линии в этом месте. Итак, вот так строится элипс, вертикально стоящий. Напоминаю, что если круг в жизни находится параллельно полу, то на листе бумаги его собственная осевая будет строго горизонтально. Не под каким углом. Исключительно горизонтально. Итак, друзья, а теперь рассмотрим с вами случай, когда цилиндр лежит на боку. Мы точно так же начинаем с наброска общей композиции, общее положение цилиндра в пространстве. Скажем, вот такое. Где вот эта и вот эта сторона будут наши две боковые стороны. Дальше. Здесь построение можно начать точно так же, как и на вертикально стоящем. с крайних сторон. При этом в этом случае нужно понимать, что они уходят в перспективу, а следовательно будут сужаться. Вот примерно такая степень перспективного сокращения. хороша. Дальше нам нужно нарисовать центральную осевую этого тела вращения. Ровно посередине. Теперь нам необходимо нарисовать собственные осевые эллипсов. каждого эллипса. И здесь нужно запомнить, что они будут всегда находиться под углом 90 градусов осевое вращение. Здесь. И здесь. 90 и 90 градусов. Далее нам необходимо вписать эллипсы. Они будут образованы, ну, во-первых, собственными осевыми, которые мы только что нарисовали. И отбиваться будут по осевой вращения вот здесь. То есть их максимальное напряжение, максимальные повороты два будут находиться на вот этой осевой, и два вот на этой осевой, которые соответствуют осевой вращения цилиндра. При этом нужно понимать, какая степень раскрытия цилиндра эллипса будет. Чем больше цилиндр повернут на нас, тем, соответственно, больше раскрытия. Чем меньше, тем меньше будет раскрытия. И второй эллипс. По раскрытию они будут примерно одинаковы. Но этот будет чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, потому что он находится дальше. Теперь нам остается усилить виденную часть цилиндра. При этом не забываем про воздушную перспективу. То, что ближе, те линии, которые к нам ближе, мы делаем ярче. Акцентнее. А теперь, друзья, давайте умозрительно повертим цилиндр в пространство. Расположим его смотрящим на нас. При этом его стороны будут уходить в перспективу. Осевая нами. Осевые эллипсы. Но помним, что чем круче от нас уходит какой-то отрезок в глубину, тем короче становится его оригинальный размер. В нашем случае высота цилиндра ужимается, потому что уходит в глубину. Но с такого ракурса раскрывается эллипса. Практически до круга. один случай. Давайте чуть-чуть его повернем против часовой стрелки. И посмотрим, что произойдет. точно так же параллельные стороны в перспективе будут сходиться в одну точку схода. Осевое вращение. Собственные осевые. Не забываем про 90 градусов. Здесь он уже будет чуть-чуть длиннее, чем изначально. Потому что он к нам развернулся больше боком. Вот. И теперь мы уже видим больше его боковую часть, а раскрытие круглых полигонов меньше. Следовательно, чтобы нам правильно показать его ракурс, нам нужно эллипсы закрыть. Вот мы его немножко повернули. Теперь давайте еще его повернем. Но эллипсы закрываются еще активнее. Вот так выглядит эллипс в динамике. Цилиндр в динамике, прошу прощения. Его изменение его формы в зависимости от ракурса. Ну давайте с вами повернем цилиндр на 180 градусов. Вот такой принцип вращения цилиндров в пространстве. Если нам нужно нарисовать цилиндр не вертикально стоящий, не лежащий на плоскости, здесь работают те же самые законы перспективы. То есть, если цилиндр чуть-чуть будет, скажем, наклонен, то же самое. Две вертикальные стороны. Собственная осевая линия. Осевая эллипса одна и осевая эллипса другая. То есть, как если бы мы немного сверху на него смотрели. Но слегка наклоненный. Эллипс верхний. И эллипс нижний, естественно, раскрывается больше. Просто потому, что он дальше в уровне горизонта. Вот так это работает. Нарисуем на нашем основном листе еще один цилиндр. И закончим его фигурой шара. Чтобы заполнить пространство композиционное с этой стороны листа. Теперь перейдем к шару. Как говорил я ранее, шар при построении представляет из себя обычный круг. То есть, при рисовании шара мы поступаем точно так же, как мы это делали с кубиком и цилиндром. Сперва общими движениями намечаем его примерный объем и положение в листе. А дальше уже начинаем отстраивать. Примерно в этом пятне находим середину. Здесь можно помочь себе несколькими осевыми. Вертикальный. Перпендикулярный, например. И двумя диагональными. Теперь из общей середины мы делаем несколько засечек. Я делаю это на глаз. Вы можете воспользоваться карандашом. Можете воспользоваться листочком бумаги. Линейкой пользоваться нельзя. Чертежными инструментами вообще пользоваться нельзя. И таким образом мы получили несколько маркеров, которые нам помогут сориентироваться и нарисовать окружность. Вот. Вот мы получили окружность. И теперь, чтобы условно геометрически ее вывести в 3D объект, нам необходимо нарисовать сечение этого шара, который представляет для себя, в общем-то, как таковую окружность, да, круг. А в перспективе круг у нас превращается в эллипс. Вот такой лист у нас получился. По этому занятию вам необходимо сделать два листа. Первый лист. Лист с перспективой. Вам необходимо будет нарисовать несколько вариаций кубика. В зависимости от положения, от ракурса, от положения относительно линии горизонта. Во фронтальной перспективе. В угловой перспективе. Также вам необходимо будет нарисовать упражнения на эллипсы. Все так же, как я показывал. Вертикальная осевая, горизонтальные осевые. И тренируемся рисовать раскрытие эллипсов и эллипсы как таковые, как фигуры. И второй лист. Здесь мы уже рисуем фигуры большие. Первое, с чего нужно начать, это разметить композицию вашего листа. То есть набросать, где будет находиться куб и какого он будет размера. Где будет находиться цилиндр один, второй и какого они будут размера. Где будет находиться шар. Возможно, у вас получится два куба или два цилиндра. Это упражнение, этот лист упражнение, как и первый. Здесь допускается заход одного геометрического тела на другое. Ничего страшного в этом нет. И после того, как вы наметили композиционный строй, композиционное решение вашего листа, уже дальше начинаете углубляться и отрисовывать каждую деталь, каждый предмет. Это ваше задание на сегодня. До новых встреч! Продолжение следует...